Его политическая ниша, его политическая команда развалилась еще раньше, чем его уничтожили. Это обычная путинская двухходовка. Когда ему надо влиятельного политику убрать, он сначала его переводит в какую-то параллельную или даже повышенную градацию, но отделенную от команды. И там человек, лишенный вот этих эффективных связей, наработанных контактов, пытается сделать новую сеть влияния. И, как правило, не успевает сделать. Через год-два его с нового места уже спокойно отправляют совершенно куда-то на периферию, понимая, что он не может в ответ навредить никак. Вот с Сурковым такая же ситуация. Ушли в отставку такие бывшие сурковские люди, как Костин, такие бывшие сурковские люди, как другие члены, скажем, администрации президента, которыми руководил Сурков. По существу они все занялись какими-то своими проектами. Куда делся любимец Суркова и инициатор лагерей под Селигером господин Якименко? Испарились просто. И брат его, который там руководил православным корпусом движения «Наше», Борис Якименко, тоже исчез. И Алексей Чесноков, который тоже вот хитрил, там, мудрил, сидя в хреновском кабинете, тоже где-то на периферии. То есть, их всех разогнали. Сурков остался один в поле воин, а без своей команды он никому не нужен сам по себе. Так что все это вполне предсказуемо и вполне ожидаемо. И все так называемые системные либералы, которые сейчас в ужасе ожидают решения своей судьбы при президенте Путина, будут точно так же спущены с красного крыльца раскатом.